Миф об Атлантиде волнует умы человечества уже третье тысячелетие. Об Атлантиде было написано более 10 тысяч трудов. Мы знаем, что современные ученые приходят к заключению, что Атлантида существовала. И Платон был прав, что Атлантида погибла в результате серьезного катаклизма. Следы Атлантиды искали на дне морей и океанов, а также на всех континентах. О ней писали многие авторы. Игнатиус Доннелли, Елена Блаватская, Валерий Брюсов, Жюль Верн, Александр Беляев и другие. У древних народов по обе стороны Атлантики были найдены предания о ней. Николай Жиров перед окончанием войны успел опубликовать несколько статей о загадках про цивилизацию. На протяжении всей своей жизни Жирову приходилось доказывать собственный профессионализм. Он всего достигал в науке сам, самостоятельным, методичным, творческим трудом. Он принадлежал к той редкостной плеяде русских интеллигентов конца 19-го, 20-го века. Был подлинным энциклопедистом во всех отраслях знаний. В апреле 1945 года большая группа немецких танков была брошена на защиту объекта 3З. Российскому исследователю Александру Рудакову удалось выяснить, что производилось и испытывалось там, куда был направлен Николай Жиров. Объект Ольга находился в треугольнике. В треугольнике. Это город Веймар. Очень красивый, средневековый город, который любил Адольф Гитлер и часто там проводил свое время с Ольгой Чеховой. Поэтому основные входы в подземелье, в бункера, находились на центральной площади этого города. Получается небольшой треугольник с вершиной Веймаре, который нацелен подземной железной дорогой на Берлин. Объект ИЗ, который посетил Николай Жиров, очень серьезный объект. На нем изготавливали антигравитационный двигатель, который не вошел еще в серию к этому времени и должен был применяться на летающих дисках. В этот момент фигурируют на этом объекте большие объемы ртути и других веществ, предназначения или формулы, которые нам сегодня неизвестны. 4 апреля 1944 года английская субмарина атаковала немецкую подводную лодку У-859. 47 членов экипажа погибли, но 20 человек спаслись и были взяты союзниками в плен. Один из спасшихся рассказал, что на лодке находился большой груз ртути. Ртуть предназначалась для секретных разработок. Но все объекты такого уровня секретности имели защиту. Человек, который не знал этого, мог погрузиться на этот объект и получить удар, мощнейший удар по центральной нервной системе. После этого больше месяца-двух человек вряд ли мог прожить, потому что руки и ноги немели, отнимались. Открывалось кровотечение внутреннее. Человек слабел и медленно умирал. Естественно, врачи точный диагноз поставить не могли. Защита секретных объектов была рассчитана на то, чтобы достижения Третьего Рейха остались недоступны для победителей. Потому что вот эта ДЭЗа по атомной энергии, которую они нам успешно забросили, и мы 65 лет, американцы, англичане, толкали друг друга локтями, бежали вперед, создавали атомную бомбу, создавали атомные подводные лодки, которые горели, тонули, гибли люди. И кроме беды они нам ничего не принесли. Атомные станции. Но сами они нашли энергию, на которой человечество будет работать в будущем. И они ее уже применяли. Это вода. Обыкновенная вода. Которую они с помощью присадки разлагали на водород и кислород. Водород использовали как ракетное топливо, а кислородом дышали моряки-подводники. Но чем можно объяснить то, что ученые Германии намного опережали свое время? Сегодня многие исследователи считают, что некоторые разработки немцев восходили к остаткам знаний древней цивилизации Атлантиды. Гитлер считал Атлантиду родиной арийской расы. Экспедиции Анненербе искали ее следы на разных континентах. Анненербе занималась еще и разработкой оружия возмездия. Само общество было также связано с проектом ракет-фау. Затем исследования привели к созданию так называемых летающих тарелок. Описание летательных аппаратов и ртути в качестве топлива немцы нашли в древнеиндийских источниках. Черпали свои чертежи, свои работы из древних индийских источников. И на базе изучения этих древних манускриптов построили свою первую летающую тарелку или летающие диски. Да, бабушка рассказывала, что дедушка занимался ракетами, что в 1945 году он летал в Германию с группой ученых, когда открывали немецкие архивы. Ну, знаете, 65 лет специальные службы так и не смогли вскрыть систему подземных коммуникаций и докопаться до сути технологий, которыми владел третий рейт. Все эти вещи, которые вывозил Королев, Глушко, ракеты Фау-4 и другие изделия, они не дали нашей науке и не смогли ее продвинуть больше, чем на 20 лет вперед. Может быть, немцам действительно удалось восстановить формулу топлива из древних санскритских источников или найти наследие Атлантиды. Работа по изучению химических тайн Третьего Рейха страшно подорвала здоровье русского ученого. Жирову ставят загадочный диагноз – вирусное заболевание центральной нервной системы. Он не может ходить и становится инвалидом первой группы. Однажды в клинике, где пытались лечить Жирова, склонившийся над ним врач услышал, как тот, словно в бреду, произносит чье-то имя. «Кого вы зовете?» – спросил он. И неожиданно уловил из уст больного странную фразу. «Ах, салон, салон! Вы, Эллины, вечно остаетесь детьми. И нет среди Эллинов старца». Врач, лечивший Жирова, оказался образованным человеком. Он вспомнил, что этими словами великий греческий философ Платон начинает свой знаменитый диалог Критий, в котором впервые, впрямую упоминается о погубленной богами загадочной стране Атлантиде. И врач отвечал пациенту словами древнего грека. «Почему ты так говоришь?» спросил салон. «Все вы юны умом», ответил тот. «Ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания из кони переходившего из рода в род и никакого учения, оставшегося от седых времен. Причина же тому вот какая». Врач, лечивший Жирова, не допускал, что в IV веке до н.э. кто-то мог иметь серьезные научные знания. Он придерживался традиционной гипотезы о том, что Платон попросту выдумал Атлантиду для обоснования своего идеального законодательства. Однако прикованный к больничной койке ученый считал совсем иначе. Врач и пациент много беседовали и спорили о проблеме Атлантиды. Ученый приводит своему врачу аргумент за аргументом. «Вот, посмотрите, говорит он, насколько современно и научно звучат слова мудрого жреца Санхиаса из Древнего Египта. Жрец объясняет Салону то, что скрыто за мифом о Фаэтоне. Мы бы это назвали описанием падения метеорита». У этого сказания облик мифа, но в нем содержится и правда. В самом деле тела, вращающиеся по небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей и потому через известные промежутки времени все на Земле гибнет от великого пожара. Суть этих споров он позже выразит и в собственных исследованиях. В течение двух тысячелетий продолжается спор вокруг легендарной Атлантиды. Одни считают проблему Атлантиды незаслуживающим внимания вымыслом, другие решением загадки, раскрывающей истоки культуры человечества. Особенно возрос интерес к ней в последние десятилетия, когда развитие науки потребовало пересмотреть и переосмыслить положения, казавшиеся до недавнего времени установленными и незыблемыми. Пожалуй, именно поэтому рано сдавать проблему Атлантиды в архив человеческих заблуждений. Николай Жиров прекрасно понимает, что идеологические догмы мешают развитию советской науки. Он, не имея возможности работать в лаборатории, решает заняться фундаментальным обоснованием реальности процивилизации. Само существование которой тогда в Советском Союзе вообще никем не признавалось. Жиров, в общем-то, попал на самом деле в достаточно непростое время. То есть к этому моменту уже у историков сложилась своя точка зрения, свой подход, свои взгляды. И они, собственно, разбираясь с древними сооружениями, все относили к обычным известным земным цивилизациям. Древние египтяне, древние шумеры, майя и так далее. Поэтому идея Атлантиды там уже на самом деле отвергалась. С точки зрения, как упоминается у Платона, что это была достаточно высоко развитая цивилизация, в общем-то, не смотрел никто. Это опровергает все имевшиеся тогдашние научные представления об истории Земли, развитии человека и древних цивилизаций. Николай Жиров сознает, что у немцев подобных идеологических запретов не было, а в советской науке надо все доказать с самых основ. Жиров начинает всесторонне исследовать целый спектр наук, история, мифология, геология, антропология и так далее. Он постепенно складывает мозаику грандиозной картины прошлого. Сам Николай Феодосевич располагал Атлантиду в северной части Атлантического океана. То есть это было, по его мнению, это был такой меридиально длинный такой материк, который состоял из трех больших островов. Один из них, Северная Атлантида, находился в районе Азорского Плата. Второй находился более южнее, при экваториальных областях. И южная часть этого острова доходила до восточного побережья Бразилии, в районе островов Сан-Павлова. Советский ученый одним из первых в мире начинает говорить об атлантологии как о науке и становится основателем этого нового направления, созданного на стыке многих дисциплин в советской и российской науке. В 1957 году издается его долгожданная книга под названием «Атлантида». Если мы допустим, что существовала Атлантида, то мы должны допустить, что цивилизация и вообще говорят, что вся эволюция дискретна, то есть, что могли быть какие-то цивилизации, которые потом погибали. Это полностью противоречит тому, чем у нас под барабаном хиле, то и диалектическому историческому материализму, когда все должно быть только от низшего к высшему и шаг в сторону, как при попытке к бегству, потому что коммунизм, это вот мы туда придем, а Лянчев первобытный общенный строй и никаких гибель никаких цивилизаций. Значит, слава Богу, от этого мы сейчас отказались, но как мог он написать такую смелую книгу тогда, я до сих пор не понимаю. В 1964 году выходит капитальный труд Николая Жирова «Атлантида. Основные проблемы атлантологии». Сам автор говорит, что написание этой книги стоило ему очень многого в области здоровья. В своей книге Жиров приходит к заключению, что атлантологию можно считать одним из разделов антропологии. Жиров мечтал о проведении экспедиционных работ в районе Атлантики. И хотя он не дожил до этого, но твердо знал, что в будущем они непременно состоятся и подтвердят его правоту. Николай Жиров умер в 1970 году. Его похоронили на Котляковском кладбище. Сразу после его смерти весь архив ученого был запечатан и увезен. И хотя о нем до сих пор мало что известно, на Западе его труды еще при жизни изучали в университетах. Бабушка Прасковья Федоровна Жирова работала вместе с Николаем Феодоровичем в одном институте. Она работала в бухгалтерии. После его болезни она уволилась с работы и до самой смерти ухаживала за ним. Но она говорила, Наташа, запоминай все, что как есть, как было при жизни Николая Феодоровича. Потому что пройдет очень много лет и о нем вспомнят и будут много говорить и много писать. Многие предвидения и прогнозы Жирова стали сбываться уже в конце 20-го, начале 21-го века. В 70-80-х годах СССР проводил крупномасштабные исследования двух подводных гор Ампер и Жозефин в Атлантике. были сделаны сотни фотоснимков, на которых запечатлены рукотворные стены, ступени, следы кладки и своды каких-то каменных структур. Научным руководителем экспедиции был доктор геолога минералогических наук профессор Александр Городницкий. Мне довелось обследовать все вот эти горы, там их что-то 10, все 7 подводных горы Ампер, они все плосковершины, все эти были острова. Все это были острова, это первое. Второе, образцы базальта в отобранности вершины этих гор и химический анализ показал, что базальт этот застывал не под водой, а на воздухе. Это очень важный и однозначный доказательство того, что это были острова. Значит, это был огромный архипелаг. А по существу ведь то, что описывает Платон, это либо микроконтинент, либо огромный архипелаг, который концентровически быстро погрузился под воду. В мае 2001 года в западной части Кубы совместная канадско-кубинская экспедиция под руководством Полины Зелицкой обнаружила подводный город, возраст которого превышает 6 тысяч лет. Люди, подобные Жирову, подлинные ученые, никогда не живут сегодняшним днем. Они понимают, что могут быть непоняты, неприняты, забыты, но такие, как Жиров, работают на будущее. На иное время. Может быть, на наше. Субтитры создавал DimaTorzok